12 мая прошел координационный совет по культуре и начался он в прямом смысле с высоких нот. Выставка, которая открылась в Рязанской филармонии, была посвящена российским усадьбам и проходила под аккомпанемент арфы, скрипки и гитары. На стендах были представлены 15 субъектов Российской Федерации с 16 историями о великих людях страны, информация о жизни которых теперь хранится в том числе в стенах их усадеб. Надо сказать, что на территории Рязанской области тоже присутствуют уникальнейшие усадьбы, они здесь представлены. Что касается крупных городов, сейчас идет активная работа по строительству и запуску в эксплуатацию больших культурных досуговых центров современного образца. Несколько крупных проектов уже успешно работают. Министр культуры Российской Федерации пояснил, что в малых городах программа будет реализовываться иначе. Тема, которая обсуждается сегодня, она тема актуальна для всех регионов России, потому что Россия это страна-провинция, страна необъятная. И понимаю, что с одной стороны мы, конечно, гордимся нашими главными, любимыми федеральными учреждениями культуры, театрами, музеями. Но задача Министерства культуры это развитие культуры по всей стране. Поэтому новый подход к созданию сельских ДК, к строительству, модернизации и, самое главное, к наполнению, это как раз тема сегодняшнего совещания. Министерство обещало нам поддержку всяческую, потому что действительно сейчас на подъеме эта работа, последние совершенно несколько лет, когда мы видим, все видим причем в каждом регионе, что к культуре отношений поменялось, что действительно финансирование появилось, что строятся и ремонтируются дома культуры, что все идет в глубь, в глубинку нашу, что люди могут теперь получать вот эти культурные услуги, приобщаться к культуре, организовать свой досуг в стационарных линиях, в каких-то передвижных формах. Но, тем не менее, это идет. Следующим этапом станет координационный совет по туризму. И если представители всех регионов также лаконично смогут донести до своих жителей информацию о других городах, внутренний туризм, возможно, станет одним из любимых занятий россиян. Вот чем может поделиться Самарская область. Музейные экспозиции связаны и с революцией, и особенно с Великой Отечественной войной, поскольку Самара Куйбыша была запасной столицей. И с этим связано достаточно много. Бункер Сталина, и такие объекты у нас существуют. Скажу, что у нас один из трех городов, где 7 ноября 1941 года был парад. Москва, Самара и Воронеж. Самарь был самый крупный. Тот опыт, которым делятся собравшиеся в эти дни, неоценим для развития культуры и туризма в регионах. А также повышение качества жизни граждан и сохранение исторического наследия.